Симрейсинг Вообще не всплывут в вашей голове Про дрэк мы вообще говорить не будем, кто вообще катает в эту ерунду Но конкретно в этом видео я хочу поговорить за сим дрифтинг Почему же он не популярен, какие у этого причины и что бы помогло развить это направление Начнем разбираться, пожалуй Справедливости ради я отмечу, что контент мейкеров по сим дрифту хватает И я, разумеется, не о себе, конечно же О более популярных ребятах, таких как Ситаретта, Шифтер, Гузист Ну еще многие такие подобные мелкие контент мейкеры Но всех их объединяет одно Это однотипность контента Если посмотреть кучу видосов этих гонщиков Мы увидим одни и те же покатушки на красивых машинах, по красивым дорогам В общем и целом все Это весь контент, который могут предоставить сим дрифтеры И это первая проблема Проблема сим дрифтинга в отсутствии какой-то цели Если гонщики GT, такие как Кускус, Фотон, Фоталваська, Фуса и многие другие Во время гонки имеют определенную цель Приехать первым То сим дрифтеры, как игрок какой-нибудь выживалки Без определенной цели просто катается в свое удовольствие Не создавая никакого челленджа ни для себя, ни для своих соперников Даже у игроков ETS 2 есть конкретно поставленная цель Достичь места назначения Из этого вытекает уже второй вопрос А собственно говоря, почему у сим дрифтеров нет цели? У самурая нет цели У него есть только путь Не-не-не, ну конечно не поэтому А потому что фактически у сим дрифтеров нет никакого толкового соревновательного проекта У гонщиков на выносливость есть ассета Корса Компетизионы, iRacing, Project Cars, Grand Tourism, Air Factor, F1 и даже новый Ренспорт и еще огромная куча всяких других проектов А что есть у сим дрифтеров? Мммм... Первая ассета Корса и то только с модами Конечно некоторые могут сказать, что есть еще такие проекты как Forza, RDS, CarX Но нет, к сожалению, все эти игры аркады и ничего общего с симуляторами не имеют Но если уж говорить серьезно, по факту, если бы не моды вас это Корса То единственной толковой игрой для дрифтеров был бы CarX Каким бы аркадным не был CarX Но это единственная игра, которая по факту, я подчеркну, единственная Имеет на данный момент соревновательную составляющую В виде турниров, которые там проходят каждые 10 минут примерно Притем самое что ни на есть с адекватной системой оценки Как в реальных соревнованиях С оценкой угла, скорости, клип-поинтов и так далее Да, там тоже есть всякие нюансы Потому что система эта, ну, крайне хреново бывает работает Бывает очень плохо оценивает столкновения Плюс есть дикие, бывает, рассинхроны Ну и, разумеется, портит все не только это, а то, что это аркада Соответственно, физика там оставляет желать лучшего Но сделано это в угоду тому, чтобы люди могли катать в CarX Не только на рулях, но и на любом девайсе Предпочтительно, разумеется, на геймпадах Но все же любителей дрифтинга, в том числе и меня Не останавливает то, что цели у нас как таковой нет И мы просто нарезаем круги бесцельно по карте Да, я просто кайфую от вождения, от борьбы с машиной Периодически можно наткнуться на любительские состязания Или турниры от более, ну, компетентных сообществ Но, как вы понимаете, это очень сильно отличается От ежедневных гонок, которые происходят, ну, в какой-нибудь АЦЦ И нет, проблемы с ним дрифтинга на этом не заканчиваются А в том, что дрифт сам по себе Гораздо сложнее, чем просто катание по кругу Стоп, 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 стоп Не надо, прежде чем закидаете меня говном в комментариях Дайте обосновать, что я имею в виду Разумеется, в гонках на выносливость не все так просто Сам термин выносливость подразумевает Высокую нагрузку на ваше тело, мозг В течение продолжительного количества времени И я безмерно восхищаюсь гонщиками Которые катаются многочасовые, а то и суточные гонки И подходят к этому со всей серьезностью Потому что, ну, я сам гонял в кольце И понимаю, что говорю Но я говорю о сложности вождения То есть проехать один круг какой-нибудь Монце Сможет и моя жена Которая водить вообще не умеет Да, не за минуту 47, но проедет А если я попрошу ее пройти поворот в заносе То она этого не сделает никогда То же самое будет, если взять матерых симрейсеров К примеру, если я, будучи дрифтером Могу спокойно сесть и поехать в GT При этом не вылетая на каждом повороте И через пару часов тренировок И заучивание трассы Я даже смогу показать какое-нибудь время Но если взять уже, к примеру, того же Куса То те же пару часов тренировок У него уйдет только на то, чтобы попытаться Проехать хотя бы один поворот в заносе Про постановку на 150 км в час Попадание во все клип-зоны Вообще речи быть не может И нет, тут не про сравнение скилла людей А про то, что дрифт очень труден в освоении Просто если кто-нибудь в ютубе Посмотрит видео того же Ситоретто И загорится желанием так же рассегать Горные хребты в заносе Купит себе хотя бы допотопный G27 То в первой же попытке Он упрется вот в практически непреодолимую стену И чтобы ее пробить Понадобится не 10, а то бывает и не 100 часов И то после этих 100 часов в лучшем случае Вы сможете просто стабильно проехать Какую-нибудь простую карту На подобии Lime Rock или Drift Playground И это не на самых мощных машинах Когда вы пересядете на тысячи сильных монстров Перед вами встанет еще одна стена Ведь теперь нужно применить все эти навыки Что вы наработали Только для украшения этих дьяволов Которые при любом нажатии на газ Пытаются вырваться из-под вас И вот казалось бы, что сложного Небольшая связка поворотов Заезд длится от 15 до 30 секунд Но за это время скилла требуется проявить гораздо больше Чем за всю гонку в АЦЦ А потом идет второй заезд И тут уже нужно проявить еще больше скилла Потому что теперь ты едешь вторым А это вообще другая езда В отличии от проезда лидером Как не остать Как подъехать ближе Как не толкнуть Как оставить место лидера для перекладки Как отработать его косяк Как отработать свои косяки Да даже банально Как не распрямиться И всю трассу от начала до финиша Вы должны проехать в постоянном скольжении И именно эти сложности Очень быстро отбивают желание Новых игроков постигать азы дрифта У меня был один старый знакомый Примерно вот 4 года назад Мы одновременно начали заниматься сим-дрифтингом На тот момент у меня был G29 У него уже более адекватный девайс в лице Т300 И вот я дрифчу до сих пор А его хватило на 10 часов Но не смог он поехать и сдался Хотя до этого мы вместе дрифтили в The Crew 2 Ну да понимаю аркадка Но причем мы входили там в топ 10 мира То есть понятие о дрифте как таковом у нас было Да мне тоже конечно далось это не сразу Но я эти стены перескочил И вот к моему большому сожалению Никаким образом данную ситуацию С сим-дрифтингом не исправить Дрифтить как было трудно так и будет Не то чтобы это дано не всем Просто в GT работает правило Easy to learn, hard to master В дрифте же hard to learn и мастером ты никогда не станешь Но все же отсутствие контента То бишь чего-то вот подобного как CRX То есть толкового какого-нибудь симулятора То есть отсутствие как таковой системы оценивания Лишает дрифт той самой прелести Которую мы видим в реальных состязаниях Будь то диван GP, дрифт мастерс, RDS и так далее GT и формула потому и нравится людям Что в той же АЦСе ты получаешь максимальную аутентичность с реальностью У тебя есть рейтинг безопасности Есть гонки в которых ты можешь участвовать в зависимости от рейтинга Есть цель в гонке Аутентичные авто, проработанные трассы Погодные условия и настройки И это все аутентично реальности При этом тебе не нужно устанавливать тысячи модов А также шестить сообщество в поиск этапов Каких-нибудь для соперничества Нам дрифтерам очень сильно не хватает толкового соревновательного проекта Анонсированные ассеты Corsa EVO Пока что надежда не дает на изменение ситуации вообще никаких Остается надежда, что хотя бы оставит возможность создания модов И только благодаря модам Первая Corsa живет до сих пор и имеет такой большой онлайн Ну по крайней мере если сравнивать с той же АЦСе Там разница по-моему раз в пять Но все-таки, несмотря на все эти минусы Я хочу дать людям совет, которые начинают постигать азы дрифта Потерпите К сожалению, так и есть Дрифт это очень непростой тип гонок Наравне с ралли Да, там придется проявить гораздо больше скилла Больше усилий, терпения, усидчивости для того, чтобы не забросить это на начальных этапах Ну а на этом все, друзья Надеюсь, вы правильно поняли мысль, которую я хотел донести вам Если вам понравилось это видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы И играйте только в хорошие игры Всем удачи Всем пока, ребят Субтитры сделал DimaTorzok